Друзья, всем привет! В этом коротком видеоролике я расскажу о бесконечной жадности компании Atomos и объясню, при чем здесь их рекордеры и беспонтовый кабель ценой в 10 тысяч рублей. Небольшое предисловие. Дело в том, что я уже продолжительное время использую этот рекордер. Мне он всем нравится, все в нем меня устраивает, особенно при работе с Sony A7 III. Я делал на него обзор, можете посмотреть по ссылочке в углу экрана. Многие меня спрашивали, советовались, надо им покупать этот рекордер, не надо. Я всегда говорю, что сам рекордер не такой дорогой, как к нему обвес. То есть жесткие диски, аккумуляторы, крепления для него, клетка, если нужна, HDMI кабель и так далее. И все это выходит в сумму бушного Fujifilm X-T3, который пишет 10 бит уже в себя. И в принципе дает хорошую картинку. То есть здесь надо крепко думать. Но один вопрос от подписчика звучал так. А как откалибровать экран данного рекордера? Потому что он говорит, мне кажется, что он подвирает по цветам. И мне тоже в какие-то моменты показалось, что экран здесь подвирает. Но здесь же, вот именно в Atomos Ninja V, это самый популярный их рекордер, стоит 10-битная матрица. С заводской калибровкой, которая прям вот такая должна быть. И я начал гуглить, искать ответ на этот вопрос. Я его нашел. На зарубежном YouTube я нашел способ, как откалибровать данный, монитор данного рекордера. Все, что вам нужно, это компьютер, это рекордер, соответственно. Это их фирменный Atoms кабель за 10 тысяч рублей, то есть где-то за 100 баксов. Но у нас это будет стоить 10 тысяч рублей. Это не он, это обычный microUSB для привлечения внимания. Вот этот кабель, он называется USB, то LANG. Короче, он вставляется в USB-шник и в 2,5-миллиметровый порт ремоут вашего рекордера. Нужен он исключительно для того, чтобы подключить этот рекордер к компу. Вам нужно Atoms специальное программное обеспечение и, внимание, топовые калибраторы от компании X-Rite серии i1. То есть это Display Pro и Display Pro+. Мой калибратор X-Rite i1 Display не подойдет. То есть вот такая штука. Мало того, что вам нужен этот провод бестолковый, который больше ничего не может, так вам еще нужен топовый калибратор. И вот с помощью этого можно этот девайс откалибровать. И при этом по тестам зарубежных ютуберов, то есть я смотрел несколько роликов, у всех из них одинаковое смещение. Именно вот после калибровки и до. То есть показывают там до и после, именно на цветовом охвате. Что у человека, который вообще еще не использовал ни разу Atoms Ninja V. Что у человека, который несколько лет использовал с этим гаджетом. То есть компания Atoms вполне себе могла залить эту коррекцию прошивкой. Но зачем это делать, когда можно продать, скоперироваться с компанией X-Rite и продать людям калориметры топовые, которые отличаются от более бюджетных, по сути только софтом. И продать наш кабель за 100 баксов, который больше никуда не нужен. То есть, блин, Atoms такая контора, я был о ней такого мнения. И причем это относится не только к Atoms Ninja V или к Atoms 5+. Это относится и к более дорогим там Neon, Figon вот этим, которые там космос сколько денег стоит. Ты представляете, изначально рекордер идет с неточной заводской калибровкой. Вот такие дела. То есть я всячески пытаюсь скрыть свое негодование. Конечно, он подбирает, да, но не так сильно, не так критично. Я уже, в принципе, привык к этому, но все это дело очень-очень неприятное. Поэтому все, кто думают, покупать или нет, во-первых, их много бушных на Авито. Продают там и с клетками, и с обвесами, короче, вообще пипец. По цене новых можно прямо вот такой набор взять. И, короче, крепко надо думать по этому поводу. Нужна ли вам эта техника, и когда компания так относится, то есть, ну, это вообще, это просто жесть. Некоторые китайские мониторы, там, до 20 тысяч, идут с лучшей заводской калибровкой, чем вот эта. То есть вот такой ролик, друзья. Если кто-то нашел ответ на свой вопрос, я буду только рад. Ну, а на сегодня у меня все. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok